Доброго времени суток, мои любимые телезрители! Извиняюсь, что в понедельник не было видоса, был очень-очень занят. И мы начнем с челленджа под названием «Хочу пать видео». На экране сейчас появились вроде все, кто хотел попасть в видео, ваше желание выполнено. Дальше насчет того, что мы придумали челлендж насчет персонажей. То, что вы придумали кто это, что это, что он делает и как он выглядит, это хорошо. Но я думал, что вы его нарисуйте, а потом уже напишите, что это за персонаж. Так было бы интереснее, я думаю. И еще одно. Некоторые мне пишут, делай видос про Ксебаса, делай, пожалуйста, про Ксебу, сделай про Флиппи. Ребятушки, все будет, но не скоро, потому что это главные персонажи, грубо говоря, они до конца не раскрыты, и что-то говорить о них сейчас, ну, по-моему, рановато. Ну, и это вообще будет вишенка на торте. Ну, с этим мы закончили. Все остальные комментарии и ответы на них будут в конце ролика. А сейчас переходим к главной теме. Кто же эти козыри военных, погнали? Что это, на самом деле, мы, естественно, не поймем, но можно предположить, ссылаясь на знания персонажей оригинального ХТФ. Сразу начнем с тех, кто сто пудов сдох. То есть, рипнулись. Это Гигглс, Кадлс, Лампи, Лифти, Лами, Труфель, Молл, Петунья, Сниффлс, Тузи, Флаки. Эти умерли точно, надолго и навряд ли их, естественно, возродя. Дальше пойдут те персонажи, которые, может быть, умерли, но не факт. То есть, например, Сплэндид, он, по идее, как Супермен, должен был выдержать ядерную атаку. Но это не факт. Дальше, Нати. Он как бы умер, но нам этого не показали. А еще нам показали скриншот, точнее, не скриншот, в одном из трейлеров показали, что он где-то в лаборатории. Может, да кстати, в лабораториях, где главный ученый. Ну и Сплэндонт, я не знаю. Может быть, он еще появится, но я сомневаюсь. Но он как бы и не мертв и не жив. Мы не знаем, это отдельный персонаж или нет. Поехали дальше. Так, живые персонажи. Диско Мишка, Мим, Рассел, Флиппи, Хэнди и Кромармод. Ну что вам скажу. Эти ребятки точно не подходят, потому что полны из них заражены, Флиппи как бы мы видим постоянно и Кромармод тоже непонятного, навряд ли вас поймали так быстро. Так что идем дальше. Вопрос. Живые они или нет? Попа нам показали, но вот так мельком показались, с намеком на то, что он еще будет дальше. Каба нам тоже не показали. Ну, я предполагаю, если есть Поп, значит есть Каб. Ну и Шифти. Нам как бы сам Родригес обещал что-то про него рассказать, но я предполагаю, что он живой. Так как Лифти мертвый, Шифти может быть живут. И дальше. Вот эти персонажи с оригинального Хэппи Три Фрэнс, они появляются эпизодически по одному пару раз. Я сильно сомневаюсь, что они появятся здесь. Но имейте ввиду, Крыса, Толстый Кот, Трикси и Руди. Вполне вероятно, что они там. И со спин-оффа персонажей сразу скажу, что я считаю, что очень маловероятно, что они попадут в амнезию. Ну, рассмотрим их всех. Ну, точнее не всех, а только представителей. Первое. Мышка Кабум. Это было, когда, помните, была серия про то, как Флиппи служил в армии. Так вот, я считаю, что все персонажи, которые там армия тигров, там генерал тигр, там его соратники, мышка Кабум, та же там хамелеон, мне кажется их не будет. Дальше. Буддисты, то есть обезьянка-буддист, там ниндзи, противники ниндзи, там какие-то темные лорды. Я думаю, их тоже не будет. Ну, буддист может быть, но он и там очень имбовый персонаж. Если вы смотрели, он очень сильный и боевой, если что. Ну, и команда, которая помогает Спландиту. Это там Ванда, там еще какой-то там чувак. Но я тоже их, ну, думаю, их не пихнут, потому что они супергерои, они типа очень сильные, и навряд ли военные должны были их поймать. Ну, и переходим к итогу. Что все-таки это может быть? Есть у меня пять вариантов, что это может быть, но все из них, естественно, неточные. Каб, Поп, Нати, Руди, Буддист. Но я топлю больше, что это Поп или Нати. То есть, там два персонажа было, я напоминаю. То есть, я вот, если даже одного угадаю, будет очень даже неплохо. Поп и Нати. Может, там Поп и Кап, а может, там, Буддист и Нати, не знаю. Но, естественно, я не исключаю тот момент, что этот персонаж, точнее, эти персонажи, могут быть полностью выдуманы автором, как были некоторые. Как-то так, пишите в комментариях, что вы об этом думаете, естественно, предлагайте свои варианты. А пока мы переходим к комментариям. Первый очень забавный комментарий. Ты русский? Отвечаю, да, я русский. Горохольский канал пишет. Кстати, у меня вопрос, кто этот с желтыми глазами в маске? Ну, мы это обсуждали. Это нерелевант, как я раньше писал. Это неправильно, его зовут. Ревенант. И он, я так понимаю, персонаж, взятый с игры Apex Legends. То, что дальше написал Горохострельный канал, мы читать не будем. И я в следующий раз вас попрошу такие вот очень большие комментарии, точнее, много вопросов, писать мне в личку лучше ВКонтакте, потому что это долго будет отвечать, и меньше будет, как бы, времени на других. Поехали дальше. Читерюга Майнкрафт пишет. Я думаю, город, где было совершено действие, это тот самый город, в котором появился наш дорогой Себас. Нет, я так не думаю, потому что Себа появился. Во-первых, это, скорее всего, не город, а какая-то деревня. А во-вторых, как бы, на карте, которая сейчас у вас на экране, вы помните, что он приближался к городу, то есть захват, но не до конца дошел. Значит, это не тот город. Дальше. Яри Гоу пишет. У меня есть маленькая теория, что в амнезиях какой-то там, а, типа, в половинках будут раскрывать ибо генералов, ибо сильных персов, а в полуметражных, типа, будет речь о хебби или на то, что происходит на данный момент. Вполне может быть. Вполне может быть. Ну, да, я с тобой соглашусь. Наверное, так и есть. Половинки будут, типа, как спин-оффики небольшие, а ноль-то будет уже прямая линия основного сюжета. Это там все основной сюжет. Просто война. Дальше. Фельдшер пишет. А что если Ксебас не просто так сидит на своем троне? Троне. А медитирует как Джирен из Драгонбола. А у Ксебаса, как и у Джирена, камни вокруг летают, когда он сидит в совпадении. Я хочу попасть видео. Я не знаю, кто такой Джирен. Я, извиняюсь, не смотрел Драгонбол, и у меня нет времени, чтобы его пересмотреть. Сколько там тысяч сезонов, не помню. Но я знаю про это аниме. Так что ничего ответить не могу. Дальше. Даркшадо пишет. Сразу скажу, что комментарий большой. Короче, суть в нем такова, что он как бы расставляет по местам силы генералов или командиров Хеба, как вам хочется. И получается, что четвертое место занимает Рививант, третье занимает Диска Медведь, Рассел второе, а первое занимает Дылда. И как бы... И Хэнди он пропустил, потому что его не показали. Ну, я бы не так расставил. Мы еще не знаем, какие силы есть у Рививанта, и если он как в Эпекс Ледженде, типа Киборг, то я сильно сам его вошел на четвертом месте. Потому что он даже сильнее Дилда. Именно в физическом плане. И он написал, я хочу пасть видео, ты попал. Так что насчет мест, я же говорю, это будет потом, когда мы больше раскроем персонажей, и потом расставим их по местам. Ах и дальше. Flippy36 пишет, спасибо тебе, но я думаю, что Amizia 6 раскроет много секретов. И я очень хочу попасть в видео. Попал. Ну и когда я сравнивал Лами и Flippy на моем канале, я думал, сильнее Flippy, а ты? Хочу попасть в видос. Я смотрел, Flippy, твой видос. Я скажу так. Тебе надо еще поработать. Тебе надо еще поработать над видосом своим, над своими видосами будущими. Ну, Flippy по-любому сильнее. Потому что он, я думаю, быстрее, и он как бы умеет хорошо политься оружием. Так что вот так. Дальше. Питер Петров пишет, а интересно, выйдет ли Amizia 7, а Flippy будет драться с мимо? Никто не знает. Но я думаю, мне здесь всем выйдет. А Flippy с мимом, может быть, не знаю. Вот. И мой любимый. Мне человек мистер Жду написал. Зачем ты так говоришь, то, что нам не обязательно? Я у него спросил, например, что он просто сказал про Руди, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Отвечу ему еще раз. Я раздураю все. Вдруг что-то кто-то не увидел, кто-то что-то не понял. Может кто-то что-то хочет узнать сам, или хотел бы спросить. Так что я охватываю всю аудиторию, и как бы весь контент. И вот это вот последнее, я не понял чуть-чуть. Чувак, вы сами почитайте, вот Малиновый сад, это тот же 2-3. Вы помните, он все время про своих персонажей пишет. Вот. Что это? Объясни мне в комментариях, или в камне напиши, что это такое? Я чуть не понял, что он, где я исчез, какой-то розыск, и так далее. Так что, надеюсь на то, что ты выйдешь на меня, и объяснишь, что это такое. Ладненько, ребятушки, будем на этом заканчивать. Если вам понравился видос, или вам что-то непонятно, задавайте комментарии, но главное, подписывайтесь, оставляйте комментарии, бейте в огромный колокол, а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok